Всем привет! Сегодня мы нарисуем все эти дизайны, очень быстрые и простые. В нашей группе Telegram было голосование, и эта тема цветы в несколько мазков набрала большее количество голосов. И вообще такие дизайны очень выручают, когда ограничено время и когда не очень хочется долго думать над дизайнами. Рисуем гелевыми красками без липкого слоя. И кисти, которые я использую, это язычок, он пошире, но с тонким кончиком. А вал у меня мини и, конечно же, колонок. Это вообще универсальная кисть, без нее никак. Первый дизайн мы будем выполнять по верхнему покрытию. Нарисуем цветок из трех лепестков. Отметим расположение серединки цветка и начинаем с центрального лепестка. Он состоит из двух мазочков. Тянем эти мазки к центру и, подходя к центру, приподнимаем кисть, чтобы кончик мазка сделать очень тоненьким. Добавляем еще два лепесточка. У меня белая гелевая краска, очень плотная. А в этом дизайне первый слой лепестков должен быть таким вуалевым, полупрозрачным. Поэтому в белую краску я добавлю немного топа. А после просушки первого слоя добавим лепестков уже неразбавленной краской. Добавим кистью колонок листья. Не хаотично, а по направлению веточек. Вытянем тычинки. И в этом дизайне очень красиво смотрятся тоненькие воздушные вензеля. Их я рисую уже другой белой краской. Она у меня для тонких линий и прорисовки. Она плотная, но уже более тягучая и вязкая. Никакого волшебства. Несколько мазков и тонких линий. Следующий дизайн мы рисуем по гель-лаку. Липкость снимаем. У нас будет три крокуса. Рисуем кистью язычок. Плошмя оставим первый мазок. Это будет большой цветок. И уже поворачивая кисть на бок, получаем цветы поменьше. Не просушиваем. И также боком кисти добавляем верхние светлые мазочки. И самый центральный прикрывающий лепесток будет еще светлее. Весь этот дизайн от начала до конца выполняем без просушек. Здесь надо потренироваться с набором краски и вовремя вытирать кистья палитру. Если мазки к основанию цветка получились не очень тонкими, и это не страшно. Либо протираем кистью смоченной в спирте, либо прикрываем, как в моем случае, листьями. Добавляем желтые тычинки, просушиваем, перекрываем топом. И этот дизайн быстрее нарисовать, чем объяснить, как его рисовать. То есть меньше минуты уходит на ноготок. Следующий дизайн мы тоже рисуем без просушек. То есть все мазки накладываем друг на друга, не просушивая. Сначала обозначим направляющую, центр цветка. И с обеих сторон тянем лепестки к этому центру. Как вы понимаете, я даю только пример. А дальше вы можете выкручивать, закручивать мазки, как хотите. Направляющую рисовать в любую сторону. По центру, диагонали, горизонтали, как хотите. Но не забудьте показать свои работы в нашей группе Телеграм. Ссылка будет в комментариях под этим видео. И в этом дизайне мы не будем рисовать зеленые листья. Мы сделаем вот такое продолжение цветка. То есть сначала рисуем темные точки, сверху ставим светлые, потом еще светлее. Добавляем цветку желтую серединку и хорошо просушиваем. Перекрываем дизайн топом. И любуемся результатом. Все получилось быстро и просто. Теперь нарисуем три василька. Сначала рисуем тонкие стебли, а сами цветы мы будем рисовать кистью колонок. Лепесток василька очень тоненький. Мы рисуем тонкий узкий мазок, тянем его к серединке. А чтобы сделать рельеф по контуру лепестков, следующие мазки мы ставим рядом с основным мазочком и вводим в него. Тогда к центру лепестки остаются тонкими. Не просушиваем, берем цвет светлее и добавляем светлые лепестки поверх темных. Не обязательно попадать в предыдущий. Можно и нарисовать между ними, но не надо рисовать слишком много, иначе получится клевер, а не получится василек. Весь этот дизайн также мы выполняли по мокрому, то есть ничего не просушивали. Добавляем зеленой травки, просушим и перекрываем топом. Получили нежный воздушный летний дизайн. Следующий очень простой цветок я показывала уже в коротких видео шорт. Это яркий летний дизайн. Также рисуется без просушек от начала и до конца. Вы можете себе зарисовать схему расположения лепестков этого цветка, а потом уже пробовать в разных композициях, в разных оттенках. Здесь основным является то, что к центру цветка идут очень тонкие хвостики лепестков. Даже если не получилось у вас сделать это овальной широкой кистью, вы прекрасно можете поправить, дотянуть колонком или тонкой кистью. И цвета подбираем так, чтобы при смешивании не получилось грязного оттенка. Здесь мы добавим несколько зеленых листиков. Серединку можно оформить как угодно, хоть стразами и бульонками. Я просто поставила темную точку. Сам цветок может находиться либо на паутинке, либо просто на тонких линиях. Все просушим, перекроем топом. А дальше мы нарисуем очень похожий цветок, но расположение мазков и цвет будут другими. Рисуем овальной кистью голубым цветом и рисуем мазки точно так же, как у нас было в первом дизайне. Но добавим нижние маленькие лепесточки к этому цветку. Не просушиваем голубой цвет, моем кисть и набираем розовую красочку. Ну или сиреневую, у кого какая есть. Соединяем с голубым цветом. И при соединении здесь не будет грязи, здесь получится красивый оттенок. Поэтому прежде чем добавлять новый цвет, вы обязательно попробуйте их смешение, а потом уже рисуйте на ногтях клиента. Здесь мы просушим, ставим темную серединку и вытягиваем реснички. И здесь можно края лепестков тоже выделить чуть поярче, то есть более светлым цветом. Обязательно растушуем, просушим, добавим желтых тычинок, добавим вензелей и перекроем все топом. Следующий цветок очень любят рисовать в технике китайской росписи, а мы попробуем нарисовать в Москаве. Ставим центральный мазок, два рядом, я рисую красным цветом. Здесь я не просушивала, но вы можете просушить вот эти центральные три мазочка. Добавляем по краям два мазка узеньких и к ним уже чуть ниже добавляем светлые мазочки. Светлый цвет вмешиваем в красный, можно добавить на краешки и белый цвет. Вот, оформляем стебелек, подрисовываем большой лист, видимо это все-таки у нас тюльпан. Здесь можно просушить и затемнить серединку, но затемним точечками, показывая, что это у нас там тычинки. И также тычинки мы можем поверху подрисовать желтым цветом. И чтобы тюльпан у нас не стоял совсем одиноко, мы добавим небольшие оранжевые цветочки из двух мазочков. И в эту же серию дизайнов я решила добавить диагональную композицию из очень простых пятилистников. Такой дизайн тоже рисуется в несколько мазочков, поэтому я думаю, что к весне и лету этот дизайн вам пригодится. Намечаем по диагонали центры нашим цветам и розовым цветом к темной серединке мы рисуем мазочки. Центральный цветок у нас будет полным, а два по краям будут маленькими. Не просушивая, дальше мы начинаем вводить светлый цвет. Я взяла белый. И чтобы он красиво перемешивался и кончики оставались белыми, мы немножечко отступаем от лепестков вверх, буквально на полмиллиметра. И тянем этот светлый мазочек к серединке, но примерно до половины лепестка. Теперь можно просушить, затемнить серединку еще больше, добавить листьев, высветлить края лепестков и наш дизайн простой будет готов. Сегодня мы нарисовали очень простые, быстрые, яркие, красивые дизайны. Я хочу, чтобы вы тоже их порисовали. Оставляйте комментарии, если вам такие МК полезны и нужны. Подписывайтесь на канал, будет еще много интересного. Всем спасибо, творческих успехов. Пока-пока.